здравствуйте друзья спрашивают смотрю ли я свои видео потом сам пересматриваю ли вот значит там ребята помоложе они смотрели философскую тетрадь наш плейлист такой и маму подсадили тоже и вот спрашивает а сам так вот как вот пересматриваешь мол и если пересматриваю что нет для ощущения что вот как-то не согласен вот или что-то такое я хочу сказать я может быть больше бы смотрел если времени больше было но у меня интерес вот какой значит есть видео какие-то которые получают аудиторию большую и это видно по по видео по статистике я вижу ну вот допустим есть видео про зону комфорта если вы пойдете на youtube и по-русски просто напишите зона комфорта вот больше ничего и это видео будет первым в списке она будет выше чем допустим там после меня идет давгань очень известный очень популярный авторитетный человек у него вдвое больше просмотров у меня 50 тысяч а у него 100 но у меня там в два-три раза больше комментариев на этом видео и соотношение лайков дислайков там намного лучше и так далее это то что двигает видео вверх но я к чему рассказываю что когда я вижу такое я думаю что же там сказал то такого я может быть я не понял сам чё наговорил я иду смотреть видео комментарии почитать вот я это видео посмотрел несколько месяцев назад заново после двух лет и я все ждал что там еще скажут то ну в смысле я вот что я сам еще скажу и я ждал больше я ждал что там еще об этом будет и об этом и об этом и там не было поэтому мне светлана говорит надо вот эту философскую тетрадь пересматривать вот после вот этого комментария наград пересматривать и добавлять но там может быть на эту тему как-то дальше разговор продолжать потому что тема очень большие серьезные там можно долго рассказывать и много аспектов всяких привлекать иногда мне бывает интересно дать какой-то комментарий составляет пойти посмотреть видео вот например я же себя не вижу вот я с вами разговариваю я же себя не вижу и если я видео не посмотрю то я например не увижу что какие-то гримасы делал вот допустим видео про ротвеллера да там с рокфеллером и и ротшильдом значит и биксельбергом я оказывается там какие-то ружи строил там гримасы как-то вот это значит лицедействовал вот но я же не знал я то есть он так естественно что происходит не то что специально там ружу какую-то делаю вот и мне когда сказали там ребята смотрели и гает вот играет там такие вообще рожи строил я говорю я рожи строил ой да да вроде прикольно так вот а там были комментарии что там гримасничал забавные что гримасничал но настроение хорошее было я может она передается в мимике там еще что есть действительно действительно такая такое явление как отчуждение от своего продукта какого-то со временем то есть вот ты смотришь на него и говоришь нет но это не мой язык это не вот мне не то что-то вот не ты сегодняшний у меня наиболее сильно это проявилось вот сейчас прямо проявляется я редактирую рукопись то есть три года назад почти да это было ноябрь 11 года до три с половиной года назад я сел и за пару недель написал но если не все то процентов может быть 85 90 вот этого кирпича который лежит на форуме говорим про весы ссылка на который есть под любым нашим видео история адаптации наши в основном я написал очень быстро дальше кто по чуть-чуть дописывал и наконец вот редактор там взялась женщину в минске редактировать и мы с ней так подходим через этот текст и я его смотрю и не то чтобы это не мой текст и не моя история но но это не мой язык я не говорю про то что она правит она минимально трогает но я я свой собственно оригинальный текст читаю это не мой не мой текст но бывает я сейчас так не говорю и и так не пишу поэтому это довольно тяжело потому что ты должен выдать какой-то какой-то продукт который люди читают а это уже не ты и уже уже как бы не хочется за это отвечать не смысле и юридически на так вот ну что делать надо надо довести уже дома потому что она лежит там и я не знаю человек не вечный надо когда-то все-таки сделать чтобы уже было вот я сейчас записываю доредактирую там осталось примерно треть сегодня вчера вечером тоже было интересно такая в этом ключе ситуация человек не написал в скайпе ссылочку дал что вот был на девы . пивай да то есть типа девелопер в белоруссии там не как-то же права дев . пивай там ведь статья про вас и действительно там был корреспондент задавал вопросы и я отвечал на вопросы но уже какое-то время назад но там все-таки люди профессиональные знаете они фотки нашли они видео дали симпатик в чем классность онлайн публикации это не обязательно только поговорить там поговорили там текстом можно поговорить живьем и вот там было видео снято радио телевизионным каналом wmnb это русский такой был национальный канал через спутник работал первый спутник мой канал который вся америка русская смотрела и был такой дмитрий полетаев он ведет этот сюжет он там ведущий а я его еще помню в москве когда на телевидении работал на московском то есть так как-то все это ностальгическое ну короче вот этот дмитрий полетаев ведет этот репортаж была такая передача good morning америка что такое там доброе утро америка как-то так было вот на этом канале маленький сюжете там короткий ну что это было там где-то 98 год где-нибудь соответственно мне что что там 42 года вот не 59 как сейчас найдя 42 и я смотрю на себя 42 летнего я думаю боже неужели это я какая-то такая пачка такая наеденная кучерявый такой ну то есть ясно что я но но как бы не воспринимается что вот это я моложе думаешь а что за мужик такой вот как-то так ведь отчуждение произошло я думаю надо же на себя смотрю знаю что я сам а в то же время как ты думаешь какой-то еще другой человек очень-очень интересно да так что конечно бывает что пересматриваешь и иногда мне хочется увидеть что получилось то есть а может быть не задним числом пересматриваю а вот прямо сразу а иногда и задним числом что-то такое вдруг вы знаете когда там разные вещи делаешь там на канале вдруг что-то такое выскакивает из из прошлого и какая-то какая-то волна нахлынет и и думаешь дай посмотрю и светлана надо подхихикивает она говорит ой мужик там собственные видео уже пересматривает но я очень мало этим занимаюсь очень редко но иногда вот иногда что-то такое знаете нахлынет да иногда это происходит от того что вдруг кто-то посмотрит видео или там комментарий напишет под этим видео вдруг там три года назад что-то было вдруг пах комментарии она у меня выскакивает сейчас сломалось до выскакивание но в принципе и думаешь боже что же там и пойдешь посмотришь там пять минут десять минут да действительно действительно отчуждение есть такое куда-то на уходит сторону я вот сейчас думаю писатели когда там пишет пишет там всю жизнь потом братом избранное надо издать я понимаю как его корежит при этом потому что он уже переписать ты не можешь там отредактировать или как но может можно выгодить второе издание третье издание даже не знаю делают ли такое с художественной литературы но с технически это понятно ну и в общем и вот как избранное пойти он должен он должен продолжать это любить там через пять лет через десять через двадцать в эти не себя молодого пойти вот бывает смотришь на себя молодого и и даже боже там уже не важно что он там говорит понимаете или там на кого-то знакомого молодого смотри вот она же надо чтоб люди читали или там смотрели в содержание вникали и чтобы ты сказал да это я я я отвечаю там за то что сказал я сложно пойти меняется же и и речь меняется и представление о жизни меняются и я могу сказать что вот вот это блогание за последние там два с половиной года на меня очень сильно повлияло на на многие вещи потому что я не был никогда вот так выложен на публике то есть можно сказать что я был там на форуме говорим про вес но форум говорим про вес это конечно там колоссальная аудитория и все это замечательно и они могут в принципе пойти на твой веб-сайт посмотреть реки может быть это даже там твою фотку найти но это не то же самое когда ты вот стоишь живой и ты говоришь и если ты фальшими что это польши видят видят все и если ты там чего-то такое мудришь этот мудрешь видят все и надо как надо соответствовать вот что тут скажешь и какие-то люди там приходят чет комментируют то есть когда хорошо комментируют понятно как быть с теми которые плохо как быть с теми которые комментируют не на твоем канале а где-нибудь пасквиль напишут потом и ты потихонечку привыкаешь и начинаешь понимать какие-то вещи которые может быть сталкивался с этим раньше слыхал но одно дело ты слыхала другое дело к себе применить вот когда говорят что там негативные поблизости это все равно поблизости я я с этим столкнулся неожиданно и то есть поначалу мне было неприятно что пишут плохо где-нибудь там а потом я смотрю от того что там написали плохо но пришло сколько-то людей и наши люди которые мои вот которых я хотел они посмотрели увидели skype и пришли к нам просто потому что кто-то там где-то кадры написал но эти дебил написал гадость адекватный человек видишь это написал дебил это же видно сразу это же прет из всех щелей поэтому она как бы тебя не может задеть она больше вот этого задевает а лишь поэтому и анонимы они же никто никогда от своего имени не напишут вот но в общем и неприятно чтобы на них что кто-то что туда поэтому и ты начинаешь к этому привыкать и ты начинаешь меняться и ты отпускаешь какие-то вещи которые раньше напрягали они перестают тебя напрягать вот так что меняешься хотя по мере того как ты меняешься ты начинаешь как-то отдаляться от того что ты раньше делал говорил понимал и так далее поэтому я тут скажешь да есть такое есть у нас сегодня новая группа начинается вечером вот я еду сегодня а первый урок я всегда сам веду в каждой группе поэтому значит вот 7 до 11 вечера у меня будет урок а завтра у нас тоже новая группа на утренние соответственно я завтра с утра еще буду вести урок то есть что-то на меня навалились уроки но это так не каждый день и даже не каждую неделю новая группа поэтому я вот сейчас двигаюсь и начинаю с вами разговариваю параллельно соображая что у нас там сегодня будет происходить в общем я думаю что это вопрос так ответил с той стороны с этой стороны может быть можно было короче но я так поскольку мы беседуем и времени то чтобы сильно экономим значит вот я так немножко вокруг да около походил или там как раз так сказать вокруг куста битраунды буш вот вокруг куста там подбивал все ребят счастливо